Моя лекция будет посвящена одному из самых сложных вопросов гериатрической практики. Это выборы назначения НПВП. Я объясню, почему это один из самых сложных вопросов. Потому что формально мы очень и очень опасаемся назначать эту группу препаратов для пожилых пациентов. Почему? Ну, наверное, надо начать разговор с НПВП-гастропатией и сказать, что до 65 лет – это умеренные цифры возникновения этого нежелательного эффекта, после 65 – это резкий взлет количества НПВП-гастропатии, осложненных желудочно-кишечным кровотечением. И вот это повод, который ограничивает назначение НПВП в пожилом возрасте. Потому что мы знаем, что даже не НПВП, а простой обезболивающий препарат, как метамизол натрия, он у молодых лиц в одном случае на 1467 применения вызывает агранулцитоз, а в пожилом возрасте уже в одном случае на 620 применений. То есть мы понимаем, что с возрастом у нас истощаются ферментные системы печени, которые очень мощно участвуют в метаболизме нестероидных противовоспалительных препаратов и других обезболивающих средств. И, естественно, мы встаем перед вопросом, что в пожилом возрасте толерантность к нежелательным эффектам НПВП всегда очень высокая. Но обойтись без этой группы не можем. Тем более, когда у нее столь ошеломительная история успеха в клинической практике. И мы еще не можем отказаться, потому что мы пока не имеем совершенную систему здравоохранения. Ее мало кто имеет, но мы в том числе. В которой не предусмотрено достаточно большое внимание реабилитационным процессам. В которой достаточно трудно выписывать центральные наркотические анальгетики. Невозможность использования тетрагидроканабиола ставит перед нами огромные вопросы. Чем же мы можем помогать пациентам? Тем более, что данные прошлого года показывают, что влияние болевых синдромов на бытовую и социальную жизнь человека в России самая высокая. Конечно, наиболее часто это боли в спине, боли в суставах. И любые опросники, любые психологические исследования, именно эти две локализации боли указывают как самые частые. Так вот история успеха нестероидных противовоспалительных препаратов. На самом деле, когда задумываешься об истории медицины, то понимаешь, что именно боль способствовала всему прогрессу медицинской науки. Именно желание врачей, лекарей в прошлом помочь пациенту избавиться от боли – это первое желание, которое определяло появление все большего количества лекарств, большего количества исследований. Но надо признать, что на протяжении многих веков, кроме как использования коры, ивы, то есть мы понимаем, это то природное вещество, которое содержит салицилат, практически не было средства от лечения от боли. И только под конец XIX века на Байере синтезируется впервые ацетилсалициловая кислота. И это было для человечества сравнимо только с появлением, наверное, чего-то большого, например, телевидение или радио, тогда, когда возникла межличностная коммуникация на любом уровне. Это вот примерно то же самое, что появление аспирина для лечения боли. Ведь это сразу решило вопросы ревматизма, от которого умирали практически все пациенты. Это решило вопросы лихорадок, это решило вопросы помощи при инфекционных заболеваниях пациента. Появление аспирина преобразило медицину. Нужно признать, что только следующий шаг, когда был синтезирован пенициллин, это было точно такое же мощное явление в клинической практике, как и появление аспирина. Причем, когда появился аспирин, еще мы практически не знали, как эта группа препаратов работает в человеке. Мы не знали, на конкретно какие точки патогенетического развития боли действует этот препарат. Мы не знали ничего. И только уже под конец, во второй половине 20 века, но самые известные фамилии это фамилии Джона Вейна, и с ним работали еще два исследователя, которые получили Нобелевскую премию за открытие механизмов действия нестероидных противовоспалительных препаратов. Зачем я вставил этот известный факт в свой разговор? Чтобы еще раз убедить и показать вам, коллеги, что это открытие имеет такое мощное значение, что оно было удостоено Нобелевской премии. А именно Джоном Вейном было открыто циклооксигеназа, те ферменты, в которых синтезируется тот медиатор, который непосредственно активирует болевой рецептор. То есть простагландин Е2 и активация нодцепторов. На самом деле боль – это достаточно сложный процесс, который проходит достаточно многостадийную обработку сигнала болевые в организме. В первый момент, когда произошло повреждение ткани, и первые сигналы попали в мозг, это доли, это миллисекунды. Мы не успеваем это проанализировать. Но наш мозг, загадка 21 века, наш мозг успевает пройти несколько этапов. Итак, первые реакции лимбической системы на то, что происходит повреждение ткани, дальше ответные реакции в ткань, и только потом начинают в ткани происходить те биохимические процессы, которые вызывают болевые ощущения. А что это за процессы? Это тут же мгновенный синтез провоспалительных цитокинов, которые синсетизируют нервное волокно, подготавливая его к тому, чтобы оно уже восприняло от простагландина стимулы, передало сигнал в мозг, и появилось ощущение боли. И вот у нас выявляется несколько с вами ключевых игроков появления боли. Это цитокины, с одной стороны, провоспалительные, а это молекулы, которые сигнализируют о повреждении ткани, сигнальные молекулы. Их не может быть. Они синсетизируют нервное волокно. Дальше из кусочков клеточных мембран, которые повредились быстренько, в циклолеоксигеназе синтезируется простагландин, который активирует болевой рецептор. Но наука не стояла на месте. И мы узнали с вами, что оказывается, вот этот путь и биохимические изменения в месте повреждения, это еще не весь патогенез болевого ощущения. Для формирования того полноценного чувства боли, о котором мы с вами хорошо знаем, нужны еще некоторые компоненты. И в частности, повреждение нервной ткани, возникновение нейропатического компонента, когда происходит сегментарно, кусочки мелины вокруг аксона выдираются теми же цитокинами. И это резко уменьшает скорость проведения нервного импульса, что, естественно, повышает интенсивность болевого синдрома. Это изменение во фронтальной коре головного мозга, где в ответ на боль тоже синтезируется много цитокинов, и формируется среда, где нейроны будут образовывать нейрональные связки и формировать у нас то субъективное чувство боли, которое и описано в классическом определении боли. Ну и, безусловно, это нотоцептивная часть. Нейропатия сегодня очень важна, потому что вот это падение проведения нервного импульса, если мы его оставляем без медикаментозного контроля, то мы с вами, к сожалению, даже не можем рассчитывать на эффект нестероидных противовоспалительных препаратов, поскольку при нейропатии эффективность этой группы резко ограничивается, клиническая эффективность. Поэтому лечение нейропатической боли – это подложка под назначение других препаратов, в том числе и группы НПВП. Но тут начинаются неприятности, когда мы уже понимаем, что НПВП – вот тот наш золотой стандарт, который мы будем назначать для лечения боли. Но тут же вспоминаем, что все препараты этой группы, в том числе и селективные, серьезно повреждают слизистые желудочно-кишечного тракта. Это класс-специфический побочный эффект. Но здесь мы как-то с вами научились приспосабливаться, назначая ингибиторы протонной помпы, в то же время, когда мы назначаем НПВП. Но все равно, выбирая НПВП, особенно для пожилого пациента, мы должны изучить клиническую иммунографию этого препарата и установить, насколько часто он вызывает повреждения слизистой, и выбрать для пожилого пациента самый безопасный с этой точки зрения препарат. Но если еще с НПВП, гастропатией мы хоть как-то научились справляться, то, к сожалению, с побочными эффектами в отношении сердечно-сосудистой системы, а именно повышения сердечно-сосудистого риска, это тоже класс-специфический эффект НПВП. И связан он с тем, что то циклооксигеназа, в которой синтезируется простагландин, активирующий болевой рецептор, с одной стороны еще отвечает за синтез антистромбоцитарного агента. И подавление его в большем объеме, чем протромбогенного тромбоксана, и приводит к возникновению тромботических осложнений в виде инфаркта и инсульта. И в этом опасности длительного применения и вообще назначения пациентов, особенно с кардиоваскулярным риском. Стоит отметить, что большинство нестероидных противовоспалительных препаратов, к сожалению, влияет на синтез протоуглифоканов непосредственно в хрящевой ткани. А это означает, что это способствует прогрессированию самой болезни. И для пожилого пациента особенно важно подобрать тот НПВП, который бы не влиял на синтез протоугликанов. Но еще самое важное, что назначая НПВП и блокирует цикл оксигеназу-2, мы блокируем синтез ликотриенов, которые, с одной стороны, отвечают за моторику желудочно-кишечного тракта, и, о боже, пожилому человеку мы еще можем влиять на уменьшение моторики желудочно-кишечного тракта и так нарушенную, без того, инвалютивными процессами. Но еще эти ликотриены отвечают за синтез эндогенных опиоидов, которые изнутри нашего организма позволяют нам справляться с болевыми чувствами. И, конечно, этот вопрос очень сложный. Он всегда беспокоит нас при выборе НПВП. Поэтому одной задачей является поиск того пути, который позволит нам сохранить некоторый объем синтеза ликотриенов, чтобы мы не влияли на моторику желудочно-кишечного тракта и сохраняли синтез эндогенных опиоидов. И такой НПВП был придуман. Это молекула лорноксикама, которая, шунтируя на другой путь синтез ликотриенов, на 5-липооксигеназный путь, полностью сохраняет синтез эндогенных морфинов. Поэтому лорноксикама и оказывает один из самых больших обезболивающих эффектов. И я вот вам демонстрирую результаты работы, сделанные с функциональным МРТ современным методом, демонстрирующие, что если мы даем любой другой НПВП, то у нас количество болевых центров в голове больше. А если мы назначаем лорноксикам, то у нас количество болевых центров в голове меньше. И вообще нужно себе представить, что лорноксикам – это та молекула, для которой доказано подавление практически всех медиаторов, участвующих и в инициации воспалительной реакции, и в прогрессировании воспалительных ощущений. Это ядерные факторы транскрипции, это цитокины, и классическое блокирование циклооксигеназа, и снижение экспрессии генов простагландина, и снижение сенситизации нервных волокон, и уменьшение уровня цитокина во фронтальной коре, которые готовят мозг к образованию болевых центров. Таким образом, сегодня трудно найти другую молекулу НПВП, которая бы так массивно подавляла различные медиаторы, имеющие значение и в прогрессировании воспалительной реакции болевых ощущений. Вот те первые фундаментальные исследования, которые доказали, что если биологическую ткань поместить в раствор лорноксикама, то количество воспалительных изменений будет значительно меньше, чем это в контрольной группе. Теперь, возвращаясь к сердцу, к самому главному нежелательному эффекту этой группы препаратов, я хочу вам показать, что об этом мыло уже известно, когда проходил синтез лорноксикама, и молекула была сделана таким образом, чтобы она абсолютно сбалансированно подавляла ЦОК-1 и ЦОК-2, тем самым абсолютно сбалансированно подавляла тромбоксан и просто циклин, не создавая условия их увеличения объема тромбоксана, тем самым мы предполагаем, что он реже будет вызывать сердечно-сосудистые нежелательные эффекты. И на самом деле, когда смотришь на спонтанные отчеты стран, включая Россию, где зарегистрирован лорноксикама широко используется, сообщения о инфарктах, инсультах, фибрилляциях на лорноксикаме нет ни в одной стране мира. И, конечно, хрящевая ткань. Мы провели собственную работу. Одной группе мы назначили деклофенак натрий, и за 9 месяцев приема по потребованию, тогда, когда болит, пациент принимает курс, дальше прекращает и ждет следующего обострения боли. Так вот та группа пациентов, которая принимала деклофенак, она потеряла некоторый объем хряща через 9 месяцев, в то время как группа, которая получала лорноксикам, опять же, по потребованию тогда, когда болит, в этой группе не так сильно мы отметили уменьшение объема хрящевой ткани. Это достоверно отличалось от группы деклофенака. И известно, что молекула лорноксикама, к счастью, не вмешивается в синтез протоугликанов хряща, не влияя на прогрессирование самой болезни. Ну и ответ на самый важный вопрос. Насколько эта молекула может быть безопасна для пожилых пациентов? И оказывается, что фармакинетика от возраста при применении лорноксикама практически не зависит, что дает нам возможности не тетровать дозу, не подбирать ее для пожилых пациентов и безопасно назначать. И главное, что были исследования у пациентов старше 65 лет эффективности и безопасности лорноксикама, где не выявлено никакого увеличения риска нежелательных эффектов. Я хочу напомнить вам, что все НПВП увеличивают сердечно-сосудистый риск. Все НПВП, сегодня много об этом разговоров, повышают популяционную летальность. Однако обратите внимание на одну очень серьезную работу, которая оценила. Если мы очень грамотно по показаниям соблюдении правил использования минимально эффективных доз минимально коротким сроком используем НПВП, то смертность среди больных всегда меньше. А это означает, что эффективное купирование болевого синдрома намного важнее, чем те риски, которые стоят за молекулами нестероидных противовоспалительных препаратов. Но несмотря на это исследование, несмотря на этот факт, мы всегда должны соотносить с вами риск и пользу. И я сегодня не случайно взял и разобрал одну молекулу НПВП лорноксикам, чтобы продемонстрировать вам тот ход мысли, который должен быть у врача при подборе, при выборе НПВП для пожилого пациента. И в этом случае как нельзя лучше подходит русская народная пословица. Семь раз отмерь, один отрежь.